Когда страна вступает в НАТО, ее экономика растет Когда страна вступает в НАТО, ее экономика растет Замгенсек НАТО Рауз Гетти Мюллер об отношениях с Россией и расширении Альянса 40. Газета «Коммерсант» номер 192 от 21 октября 2019 года, СТР 6. Заместитель генерального секретаря НАТО Рауз Гетти Мюллер после трех лет работы в Брюсселе покинула свой пост Перед самым уходом она ответила на вопросы корреспондента «Твердый знак» Елены Черненко В том числе об интеграционных перспективах Грузии и Украины А также о том, как НАТО оценивает предложение Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности С какими чувствами вы покидаете свой пост? Меня особенно интересует ваша работа на российском направлении Я покидаю свой пост с чувством уважения по отношению к собеседникам на российском направлении Бывшему постоянному представителю РФ, ныне замминистра Александра Грушко, «Твердый знак» И нынешнему временному поверенному Юрию Горлач, «Твердый знак» У нас были непростые, но продуктивные переговоры Мне кажется важным продолжать разговаривать друг с другом Пусть мы порой и передавали друг другу жесткие послания Мои собеседники от Москвы, а я от руководства НАТО Я считаю, что и такого рода общение важно, поскольку оно позволяет нам пытаться лучше понять друг друга А значит, предотвращать нежелательные инциденты и чрезвычайные происшествия и, возможно, наращивать доверие Мне этот диалог казался весьма полезным, и я выражаю благодарность своим собеседникам Хорошо, что Совет России, НАТО регулярно собирался Это полезная площадка для более официальных переговоров И я не могу не отметить, что генеральный секретарь НАТО, Евсталтинберг, «Твердый знак» Ценит возможность общения с министром иностранных дел РФ Лавровым, Сергеем, «Твердый знак» Как и наличие регулярного диалога между военными на уровне начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Валерий Герасимов, «Твердый знак» И главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, Кертис Каппаротти, «Твердый знак» А также председателя военного комитета НАТО, Стюарт Печь, «Твердый знак» Эти консультации дают определенные результаты Они могли бы, конечно, быть более выраженными, но пусть хоть так Есть ли планы созвать Совет России, НАТО в ближайшее время? Мы обсуждаем этот вопрос, но на данный момент мне нечего анонсировать Вы недавно побывали в Грузии, где заверили, что эта страна войдет в НАТО О каких временных рамках речь? Напомню, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было принято заявление, что и Грузия, и Украина, изъявившие желание вступить в НАТО, смогут сделать это Но при этом мы всегда подчеркивали, как важно им продолжать идти дорога реформ Это касается не только реформирования военных и силовых структур Важно, чтобы продолжали проводиться и внутренние реформы Почему Грузию предложено не допускать до коллективной обороны НАТО? Тем временем мы продолжаем сотрудничество с обеими странами Что же касается дедлайнов, то мы их никогда не объявляем Особенно когда речь идет о приеме новых членов, поскольку этот процесс всегда связан с процедурой согласования и выхода на консенсус всех членов Альянса Вы наверняка видели нашумевшие предложения бывшего генсека НАТО Андерса Фогора Смусина о том, что Грузии стоит подумать о вступлении в Альянс без Абхазии и Южной Осетии НАТО готово подписаться под этим предложением В рамках НАТО это не обсуждалось Но я хочу подчеркнуть, и мне важно, чтобы читатели в России это понимали Когда страна вступает в НАТО, ситуация в ней становится более стабильной, а ее экономика растет Мы это видим на примере Черногории, которая не так давно вступила в НАТО С тех пор как эта страна стала членом Альянса, экономический рост там ускорился Мне важно, чтобы ваши читатели в России понимали, что НАТО это оборонительный альянс Все наши действия в отношении новых и будущих членов направлены на укрепление безопасности и стабильности И это в интересах России тоже Я знаю, что в России НАТО считают угрозой Но это неверное представление Мы убеждены, что присоединение той или иной страны к Альянсу идет на пользу ее безопасности, стабильности и экономики А значит, на пользу миру и стабильности во всем мире В России многие не согласятся с вами Как вы уже сами сказали, НАТО здесь считают угрозой Агрессивным, а не оборонительным блоком Который, расширяясь, берет Россию в кольцо И многие говорят, что, если бы Украина вновь вернулась к принципу нейтралитета Это сделало бы обстановку в регионе более безопасной С Финляндией же прекрасно работает Каждая страна должна иметь право сама принимать решения о том, как обеспечивать свою безопасность Внешние силы не должны влиять на это Страны должны решать такие вопросы самостоятельно Это базовый принцип, которого мы придерживаемся в НАТО Финляндия для себя решила так, а Украина иначе Мы в НАТО будем уважать любое решение, соответствующих стран, твердый знак Президент РФ Владимир Путин направил генсеку НАТО Йенсус Сталтенбергу письмо с предложением Вести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности И выразил готовность обсуждать верификационные меры Когда НАТО даст ответ Я не стану говорить о конфиденциальной переписке Но скажу так, во-первых, мой дипломатический опыт показывает, что если вы выступаете с инициативой, то лучше делать это в тишине, а не под прицелом телекамер А во-вторых, да, мы видели письмо с предложением ввести мораторий и обсудить верификационные меры Но у меня сразу возникли принципиальные вопросы Что именно предлагает сделать Москва, если она настаивает на том, что 9М729, крылатая ракета наземного базирования, которую США считают запрещенной Твердый знак Не нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности РСМД Твердый знак Она хочет, чтобы мы ввели односторонний мораторий Ведь Россия уже разместила на своей территории эти ракеты, в том числе на европейской части С нашей точки зрения, это, предложение, твердый знак, лишено смысла И о каких верификационных мерах речь? Россия хочет верифицировать лишь американские ракеты Не вижу в этом смысла С точки зрения НАТО, российское предложение просто лишено основания Поскольку все члены Альянса убеждены, что 9М729, СССР, 8 в НАТОвской классификации Нарушает договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты Как Пентагон нашел понимание с НАТО во всем, что касается российских военных угроз Как я уже сказала, мы открыты к диалогу, но считаем, что предложение о введении моратория лишено основы Поскольку Россия уже развернула на своей территории ракеты наземного базирования Дальность которых попадает в диапазон договора РСМД А если Россия согласится, например, на инспекции этих вооружений, НАТО это было бы интересно Нам надо было бы понять, какие подробности Россия была бы готова раскрыть Если это было бы как-то так называемая демонстрация Ракеты 9М729, твердый знак, в январе НАТО ее проигнорировало Там не было предоставлено никакой полезной информации Москва критически высказалась о заявлении Йенса Сталтенберга Что НАТО не имеет планов развертывания ракет средней и меньшей дальности в ядерном оснащении Поскольку, как напоминают российские эксперты Если ракета запущена, то тем, кто ее засечет, совершенно не ясно, какая на ней боеголовка НАТО готова на какие-то дополнительные шаги, чтобы снять озабоченности России? Этот вопрос я бы сама могла задать российским коллегам Ведь такие ракетные комплексы, как Искандер, тоже могут нести как неядерные, так и ядерные заряды А они уже размещены там, где могут достигать целей в НАТО, в частности в Калининградской области И их скорость даже выше, чем скорость тамагавков, твердый знак Так что мы в НАТО тоже озабочены этим вопросом В следующем году ожидаются масштабные военные учения Достаточно ли у НАТО и России каналов и мер предотвращения эскалации возможных инцидентов? Мы были рады проведенным российской стороной в рамках Совета России НАТО брифингом о грядущих военных учениях Это было полезно, хотя самыми полезными мы считаем меры доверия и транспарентности Предусмотренные венским документом ОБСЕ, о мерах укрепления доверия и безопасности, твердый знак Но Россия никогда не уведомляет нас об учениях в рамках этого механизма Поскольку численность участников учений якобы не превышает потолок в 13 тысяч За мои три года в НАТО Россия провела несколько крупных учений Но ни об одном из них она не уведомляла в рамках венского документа Я просто хотела это отметить В целом же я считаю обмен информацией об учениях полезным Россия только что завершила ряд крупных учений, среди которых был Центр Ищит Союза А сейчас она проводит ежегодные учения своих ядерных сил Тот факт, что мы обмениваемся информацией о таких учениях, я считаю важным Ну, вот год назад испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету А если бы она летела в направлении России, достаточно ли у сторон каналов, чтобы не допустить эскалации? Я бы не хотела комментировать гипотетические сценарии Но хочу подчеркнуть, что у нас есть работающие каналы коммуникации между военными И речь идет не только о связи штаб-квартиры НАТО с Москвой, но и о каналах коммуникации отдельных стран, членов Альянса с Россией Они позволяют обмениваться информацией и реагировать на инциденты За последние годы члены организации договора о коллективной безопасности, АДКБ, неоднократно обращались к НАТО с предложением взаимодействия и сотрудничества Когда же НАТО ответит на их письма? У нас с Россией и так есть устоявшийся канал коммуникации, в том числе в рамках Совета Россия, НАТО, и мы не видим смысла создавать дополнительный канал на уровне организации Вы считаете, что ОДКБ недостаточно мощная структура, чтобы быть партнером по переговорам с НАТО? Мы сконцентрированы на имеющихся механизмах взаимодействия с Россией Вы сказали о важности диалога Планирует ли НАТО разрешить России вновь увеличить количество сотрудников своего представительства при Альянсе? Главы МИДа в страну ОДКБ готовы снова сотрудничать с НАТО? Меня этот вопрос забавляет, поскольку, когда мы спрашиваем своих российских собеседников Когда Москва пришлет в НАТО своего нового постпреда, вместо временного поверенного, твердый знак То в ответ слышим, что тут ничего не происходит и нет смысла присылать посла А значит, какой смысл увеличивать размер делегации? Каким вы видите будущие отношения НАТО и России? Российские официальные лица говорят, что Альянс после Холодной войны потерял смысл существования А теперь вновь обрел его, раздувая российскую угрозу Я абсолютно не согласна с таким подходом В период после Холодной войны мы были нацелены на выстраивание тесного партнерства с Россией И считали наше сотрудничество плодотворным Но после захвата России и Крыма и дестабилизации Донбасса НАТО всерьез озабочена угрозой, исходящей из России Нам жаль, что зародившееся в 1990-х сотрудничество пришлось прервать В духе двойственного подхода «Диалог плюс сдерживание» мы будем поддерживать каналы коммуникации с Россией и концентрировать свои усилия на предотвращении инцидентов и обеспечении взаимной предсказуемости Продолжение следует...